Профессиональные спортсмены и простые любители. Они собрались на сдачу ГТО по разным причинам. Кого-то выполнять нормы обязывает работа, а кому-то золотой значок поможет при поступлении в ВОЗ. 250 человек в этом году сдавали бег, прыжок в длину с разбега, метание снаряда и мяча. Для того, чтобы получить вообще золотой значок, нужно сдать целый цикл. В течение обучающимся, в течение учебного года надо сдать все нормативы. А взрослому населению с 1 января по 31 декабря. В 2016-м пробное тестирование по нормативам ГТО сдавали 11-ти классники. В этом году побороться за значок мог любой желающий. Не самые благоприятные погодные условия не напугали спортсменов. Тяжело, очень воздух разряженный, поэтому очень тяжело дышится. Желаю, чтобы все сдавали ГТО, чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, и потом открыть себя и посмотреть, какой я молодец, золотой значок у меня есть. Чтобы сохранять свое здоровье, спорт, наверное, с ранних лет занимаюсь. Свои результаты участники спортивного мероприятия смогут узнать в личном кабинете на сайте ГТО. Сколько в этом году в котлосе золотых, серебряных и бронзовых медалистов, общий подсчет будет произведен позже. Продолжение следует...